За сутки пишут, что арестованы Арашуков, ну мы говорили вчера, мэр Камызяк, потом там глава района еще, то есть это уже трое, глава штаба МВД Ингушетии, вице-губернатор Ленинградской области, то есть нормально. И там еще видите, везде по всей России проходят обыски, проходят обыски, вот, и выяснилось, что это Арашуков, младший которого задержали, сенатор 86-го года рождения, ну, прям как родился, стал депутатом, то есть оказывается стал депутатом, ну там с подтасовкой своих установочных данных, я так понимаю, с годом рождения. В 17 лет был избран депутатом Ставропольской думы, в 17 лет, представляете, то есть как родился, сразу и в депутаты пошел, и имеет, оказывается, он только 6 классов образования, в университете не учился, но он имеет диплом, по-русски не говорит, как он утверждает, видите. Нет, я понимаю, что он говорит, я понимаю, для чего он утверждает, для того, чтобы был переводчик и создать определенные сложности следствию, это все нормально, это его право на защиту, имеет право так поступать. Вообще все прикольно, очень прикольно, конечно, особенно то, что патриарх Кирилл включил заднюю, что он там случайно дал орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, советнику генерального директора Газпром-межрегион-газ Раулю Арашукову, то есть папеньке вот этого сенатора, ну и, в общем-то, этого папеньку тоже задержали, я так понимаю. А он, видите, с орденом святого Ебукентия, так что не так все просто. Следователи показали роскошные интерьеры жилья сенатора Арашукова, но если он там 30 миллиардов упер, а я думаю, что, наверное, то, что они только знают гораздо больше, ну какие же там должны быть интерьеры. Они же все покупают роскошь, но они отморозки, понимаете? То есть, когда говорят, вот они там наворовались вот эти, а новые придут там, им тоже надо навороваться. Вот представьте, сколько для того, чтобы вот эти роскошные интерьеры, вилы, яхты содержать, сколько надо денег. Вот, предположим, сейчас чик и обрубилось, нет у них денег, даже в тюрьму никто не сажать, остались они с этой роскошью. Что они будут делать, как они будут содержать всех своих этих халдеев, челядь, которые там все это им делают, капитанов, матросов, смотрителей, садовников и так далее, и так далее. Откуда они все это возьмут? Поэтому каждый раз надо украсть больше, чтобы содержать то, что было до этого. Они же мелкие жулики, они все, что украли, они все просирают. Стало известно о вражде семьи задержанного сенатора с Кадыровым. Да, видите, то есть, все этим объясняется. Ребята одни наехали на других и так далее, договорились с Вовой, Вова дал команду и так далее. То есть, вот Песков говорит, Путин был в курсе готовящейся операции. Конечно, он ее и санкционировал. То есть, без команды не берут никого. Только по команде. Представляете? Ну, авторитарное государство, теталитаризм, так это можно уже назвать. В Совете Федерации допустили новые аресты сенаторов. Представляете, там, как говорят, ссали эти сенаторы, когда пришли им, говорят, сейчас тут арестовывать будем, а фамилию не называют. Они там все обосрались, потому что каждый из них был готов попасть туда, в Лефортово, или куда его там отвезли. То есть, допустили, будут новые аресты сенаторов. Но я надеюсь, что будут. Но на самом деле, они же не все поссорились с Кадыровым, так что, что их арестовывать? Тут вот люди спрашивают по поводу того, что будут делать вот эти все сенаторы, депутаты, когда случится революция. Вы знаете, нам давно уже сообщали, мы это знаем, о том, что они заготовили все себе документы. Это практически у них акция такая прошла с другими установочными данными. У них паспорта российские с другими установочными данными. Но у некоторых не только российские паспорта. Есть, так сказать, информация о том, что некоторые получили паспорта других стран, так называемых СНГ. С другими установочными данными. С не своими установочными данными. Заграмм паспорта для того, чтобы можно было в любой момент скрыться. Как от своих, так и от чужих. То есть, этим занималось целое управление. Занимаются у них сейчас. А есть еще люди, которые на этом деньги зарабатывают. Это реальные вещи, которые я вам говорю. Я думаю, что придет время и мы раскроем источник. Так вот, например, бывший какой-то там глава ФСО Муров, если вы помните такого товарища, ездил в Швейцарию лечиться по чужим документам. Ну, потому что там были санкции на этого гражданина. А надо было подлечиться срочно. И поэтому были выданы документы с другими установочными данными. Слава, как ты думаешь, как быстро Путин компенсирует деньги, которые он просрал в Сирии и Венесуэле? Путин деньги только просирает. Он ничего не компенсирует. Он же грабит нас с вами. Он деньги куда-то фугает, да, грабит нас с вами. Но он правильно все делает со своей точки зрения. Ну, представьте, если бы у него было огромное количество денег, и он бы их никак там не тратил на Венесуэлу, ну, куда бы он их делал? Народу раздал. Народ бы наелся, стал сытый, стал бы задавать ему вопросы. Нахер ему надо? Если у него не будет возможности отдавать деньги в Венесуэле, он их топить будет, эти деньги, лишь бы только их не было. Он, лишь бы только людям не давать. Потому что каждая денюжка, я говорил, это патрон в нашей обойме. Он хочет, чтобы в его обойме были патроны, да, а не в нашей. Потому что наши обоймы – это оружие, обращенное против него.